Весь прошедший год систему социального страхования в Новосибирске лихорадила от дефицита средств на покупку так необходимых людям с ограниченными возможностями памперсов. Их унизительное ожидание осложнило и без того непростную жизнь новосибирских инвалидов. Чего им ждать от наступившего 2015-го? Она очень тяжело больной у нас человек. Все на наших руках, сама она ничего не делает. Вот у нас, конечно, есть горшочек, причем мы его сами купили. Но ходить она на него, вставать она не может. Свекровь Галины Николаевны – инвалид первой группы и уже два года прикована к постели, поэтому памперсы стали жизненной необходимостью. Но последние месяцы покупки средств гигиены для больной женщины финансирует не фонд социального страхования, а семья. Вот все, что осталось, покупаем, покупаем. Но уже сил больше нет. Лежачий больной, который не может встать в постели и не может сам себя обслужить. Естественно, если нет этих памперсов, то это как бы в основном идут инфекционные осложнения. Это может быть сепсис, может быть заражение крови. А так как у нас пациенты идут в основном пожилые, то, естественно, сами понимаете, иммунитет у этих пациентов уже абсолютно практически нулевой. Организм сам по себе справиться не может. Обделенные подгузниками инвалиды уже неоднократно обращались за помощью в прецедент. Интервью с Сергеем Ворошилиным мы записывали в ноябре 2013 года. Мелочь – это памперс. Мелочь, она такая ощутимая. Это наша необходимость, елки-палки. Что мы должны там без памперса все там обделаться, сидеть. А такую историю нам рассказала Ольга Стволова в сентябре 2014-го. Мне полагается четыре раза в год привозить средства реабилитации. В этом году уже у нас начинается, по-моему, четвертый квартал скоро, да? А я получила средства реабилитации за первый, за второй квартал. Еще в 2005-м федеральное правительство утвердило перечень средств реабилитации, которые предоставляют инвалидам бесплатно. Среди прочего пункт 22, который предусматривает получение абсорбирующего белья и подгузников. Но почему люди, чьи возможности ограничены, все чаще находятся в положении с протянутой рукой? Кстати, это унизительное ожидание – проблема не только Новосибирска. Сергей Кусков из Двинска также не мог вовремя получить свои памперсы. Ну, частенько бывают они задерживаются. И в том году, и в позапрошлом году. Ну, а так, что так долго, с апреля месяца, с сентября. Это первый раз, что так долго задерживают. В ноябре 2013-го причину отсрочки памперсов ПСС нам объяснили следующим образом. Нет, люди не выдумывают, им действительно не доставляют памперсы в связи с тем, что финансирования из федерального бюджета нет, и нет государственных контрактов заключенных. В связи с этим нет поставок. Всем разъясняем по этому поводу. И хотя прошло более года, в Фонде социального страхования по-прежнему продолжают пенять на нарушения в логистике заключения контрактов. Как только ей приходит консеркт из федерального бюджета, у нас сразу начинается работа по заключению контракта. Вот на какая сумма пришла, она же не 100% на год приходит сумма. Она частями к нам приходит. Пришла сумма, мы на эту сумму заключаем контракт и обеспечиваем. ПСС заверяют, что наша героиня уже совсем скоро получит все причитающиеся ей гигиенические атрибуты. Но подгузники не единственное средство реабилитации, которым обделили Раису Васильевну. Ей был необходим противопролежневый матрас, заявку на получение которого семья дала еще в августе прошлого года. Я, чтобы получить его, я в августе месяце прошла новый втек с этим больным человеком. Я вызвала всех врачей на дом. Подтвердили, что ей, она лежачий человек, ей обязательно нужен матрас. Все. Я звоню, спрашиваю, где матрас. Нет договоров, нет контрактов. Ждите, ждите. И только после нашего обращения в ФСС матрас был неожиданно найден. И в срочном порядке доставлен в аккурат перед приездом съемочной группы. Вот наш долгожданный матрасик, который за 20 минут до вашего приезда привезли. Сразу нашли. Были удивлены мы, конечно, что почему раньше, вот с августа месяца, нам не могли его доставить. Страшно представить, сколько еще подобных нашим героям инвалидов забытых государством на мокрых простынях. Ветеран труда, инвалид первой группы, ей положены эти памперсы. И я хочу, чтобы нам делали доставку. Хотя бы раз, даже в полгода.